Торт Домские пальчики это нежный десерт из заварных пирожных эклеров и крема. Он обязан своим названием печенью из заварного теста по форме напоминающего пальчик. Эта выпечка очень нежная с насыщенным сливочным вкусом. В кастрюлю или сковороду наливаем воду, соль и сливочное масло. Ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем муку, активно перемешиваем, заваривая тесто. Добавляем муку. Убираем с огня, выкладываем тесто в глубокую миску. Вызбиваем миксером и добавляем яйца. Добавляем муку. Добавляем муку. Добавляем муку. Вот такое тесто должно получиться. Формируем из теста пальчики. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут. Вот такие золотистые пальчики у нас получились. Даем им остыть. Готовим крем-дипломат. В ковш наливаем молоко и ставим на огонь. В глубокую миску добавляем желтки, ванильный сахар, обычный сахар. И крахмал. Все это хорошо перемешиваем. Готовим крем. Готовим крем. В яичную массу наливаем горячее молоко и перемешиваем. Переливаем обратно в ковш и ставим на огонь. Варим до загустения, постоянно перемешивая, чтобы не подгорело. Готовим крем. Готовим крем. Готовим крем. Добавляем сливочное масло, перемешиваем до растворения масла. Накрываем пищевой пленкой и даем остыть. Жирные сливки взбиваем миксером. Добавляем сахарную пудру и взбиваем до загустения. Заварную маслу взбиваем миксером. Добавляем несколько ложек взбитых сливок. Это делаем для того, чтобы придать воздушность заварной массе. Продолжаем взбивать сливки, добавляя заварную маслу. Добавляем сливок. наш крем готов наши пальчики начиняем клубничным курдом как готовить курд у меня есть видео на канале ссылка в описании а все подготовили начинаем собирать торт так там и Продолжение следует... Отправляем торт в холодильник на 5-6 часов. Продолжение следует... Украшаем торт по желанию. Продолжение следует... Сорт из эклеров подойдет и для домашнего чаепития, и для праздничного стола. Продолжение следует... Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!